Задаваясь телерадио и фермируя его плейлист, работает музыкальный редактор радио Брест Андрей Пятин. Более известный слушателям волны 104.8 FM как диджей First Line. От него зависит, что именно вы услышите, включая радиоприемник. У меня появились сначала программы, хиты первой линии, каждую пятницу, субботу они выходят. Вот уже пять лет, получается, в этом году будет в программе. А с 2019 года уже, соответственно, к этому всему добавилось, как музыкальный редактор стал работать и как звукорежиссер. Ну, это, у меня вся жизнь связана с музыкой. Чтобы звук в эфире был красивым, чистым и приятным, а голоса звучали уверенно, работает команда звукорежиссеров. Это Руслан Левлюх и Антон Кравченко. Люди не публичные, но очень важные в команде радио Брест. Я вот врос в это, я себя не представляю без радио. Не знаю, может, радио как-то представляет меня без себя, но я без радио не могу себя представить. Поэтому, ну, то есть, это, грубо говоря, твой ребенок, то есть, ты его вырастил, ты знаешь каждый провод. Ты этим живешь, дышишь. Поэтому себя без радио реально не представляю. Кстати, голос Антона можно услышать в его авторской рубрике «Автоньюз». Так что специалисты на радио Брест работают поистине универсально. В этом и секрет успеха коллектива главного радио Первого региона. Это люди, которые сводят в одно плейлист. Это люди, которые следят за тем, как настроены микрофоны, как звуковое оформление производится. Важно также не только профильное образование, вот скажем, как у Антона. Важно вообще чувствовать музыку и понять, как это будет воспринято людьми. Родийная семья – большая и разносторонняя. Здесь нет неважных людей. Каждый на своем месте делает эфирстанции на волне 104,8 FM чуточку теплее и лучше. Отсюда и популярность и доверие слушателей. Подтверждение – горячий прием в любой точке на карте области во время дискотек «Радио Брест». Звук, который узнают и любят. Валерия Галиперина, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».